Уважаемые коллеги, добрый день! Очень приятно всех видеть, что мы все дожили до 2021 года и соскучились друг по другу и по науке. И очень всегда приятно, что традиции, они живут долго, и мы уже третий год ежемесячно встречаемся на этих очень важных, я считаю, вебинарах, когда вопросы возникают прямо по ходу докладов. И позвольте представить наш небольшой клинический случай длительного наблюдения пациентки больной раком молочной железы. Следующий слайд, пожалуйста. Пациентка заболела в 2001 году, на тот момент ей было 53 года. Не проводилась компьютерная томография, компьютерная оценка отдалённых метастазов по УЗИ и рентгенографии отдалённых метастазов не было выявлено. Заболевание было верифицировано при секторальной резекции левой молочной железы, подтверждена инфильтрирующая карцинома второй степени злокачественности. И ЭГХ в тот момент было у нас в диспансерии недоступно. После секторальной резекции левой молочной железы и предоперационного курса лучевой терапии была проведена радикальная мастектомия по МОДЕН слева и выявлен метастаз в одном подмышечном лимфоузле. Следующий слайд, пожалуйста. Пациентка получила послеоперационный курс лучевой терапии 44 ГРЭ и в дальнейшем получила 6 курсов стандартной на тот момент химиотерапии, адювантной по старинной схеме СМИФ, циклофосфан, метатриксат, фторороцил. Все курсы она выдержала неплохо с гематологической токсичностью до второй степени. И в дальнейшем в течение 5 лет до 2007 года она получала плановый томоксифен 20 мг в сутки, переносила хорошо. Следующий слайд, пожалуйста. Простите, я еще не упомянула окончательный диагноз. Это заболевание левомолочной железы Т1Н1-М0-2А. Состояние после комплексного лечения от 2001 года. Первое прогрессирование у пациентки произошло через 11 лет после окончания адювантной гормонотерапии в виде местного рецидива, определяемого по УЗИ. При цитологическом исследовании подтвержден рак, проведено оперативное лечение и при гистологическом исследовании подтверждена инфильтрирующая карцинома G1. На тот момент, конечно, нам уже в 2018 году было доступно иммуногистохимическое исследование. И понятно, что у пациентки выявился люминальный абиологический тип, что, конечно, подтверждается медленным развитием этого заболевания. Консилиум решил назначить пациентке вновь тамоксифен, учитывая длительный интервал наблюдения. Следующий слайд, пожалуйста. Пациентка получила рецепт, ушла домой, но переносила она его плохо на этот раз. Токсичность была до второй, тошнота до третьей степени. Она самостоятельно прервала лечение и появилась у нас в феврале с прогрессированием. Биопсия была на тот момент невозможна в связи с малым поражением печени. Появились метастазы в печени. Следующая линия лечения была также гормональной. Да, анастрозол один миллиграмм в сутки. Пациентка получала его в течение пяти месяцев. Но, к сожалению, через пять месяцев она опять спрогрессировала. Уже 15% метастазов в печени. Проявились леченные метастазы в кости в связи со склерозом. Мы проявили биопсию печени. Там подтвердился метастаз рака молочной железы, но в связи с небольшим количеством материала иммуногистохимический анализ был невозможен. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлена КТ-картина двух прогрессирований, второго и третьего. Видно, как увеличиваются метастазы в печени. И следующий слайд у нас должен быть голосование. Только помню. Следующий слайд, пожалуйста. Да, и вот голосование, уважаемые коллеги. Давайте проголосуем. Какое бы лечение вы предложили бы пациентке в дальнейшем? Мнения разделились между монохимиотерапией и гормонотаргетной терапией. Ну, у пациентки висцерального криза не было на тот момент. У нас был доступен экземистан, который по решению консилиума пациентка начала принимать в сентябре 2019 года, но параллельно мы отправили телемедицину в ней имени Петрова и получили рекомендацию федеральную, что, конечно, нас подкрепляет в оформлении документальном, что пациентке показана гормонотаргетная терапия фульвестрантом и полбоциклибом и параллельно бисфосфонаты. Но фульвестрант у нас был доступен на тот момент, золидроновая кислота также была доступна. На полбоциклиб мы написали на пациентку адресную комиссию в Минздрав, но, к сожалению, она так его и не дождалась в течение четырёх месяцев и достаточно быстро она спрогрессировала. На одном фульвестранте появились множественные метастазы в печени до 80% и признаки висцерального криза. К сожалению, нам долго её на гормонотерапии поддержать не удалось. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь представлены данные компьютерной томографии. Видно, что небольшой объём поражения печени сменился практически субтотальным. Вот уже в данном ситуации при наличии висцерального криза какую бы терапию вы предложили пациентке? Ровно получается, да, монохимиотерапия или комбинированная терапия. Мнение 40 на 40%. Мы выбрали монохимиотерапию. Пациентке на тот момент было уже больше 70 лет, то есть с момента верификации заболевания прошло 20 лет. Всё-таки сопутствующая патология уже была не такая, как 20 лет назад. И гипотопатия была второй степени, да, и не какая-то запредельная. И поэтому был выбран режим еженедельный поклитоксел с элитроновой кислотой, который она неплохо переносила. Разрешение гипотопатии произошло к пятой неделе. Лучший ответ на данную терапию – стабилизация. Пациентка, честно, отходила каждую неделю и получила 31 введение поклитоксела, то есть лечение в течение 8 месяцев. Но, к сожалению, через 8 месяцев она опять же спрогрессировала в виде появления канцерматоза и асцита. Данные компьютерной томографии. Вы видите, да, появление жидкости. Следующий слайд, пожалуйста. И так на настоящий момент выглядит её полный клинический диагноз. Напомню, что пациентке сейчас 73 года. Наблюдается она в течение 20 лет. У пациентки изначально малая стадия заболевания, комплексное лечение, в дальнейшем 5 прогрессирований. Следующий слайд, пожалуйста. Мы провели анализ на ПИК-3СИЕ. Мутация была выявлена. И следующий слайд у нас будет третье и последнее голосование на данный момент, чтобы вы предложили пациентке из терапии на этом этапе. Уважаемые коллеги, пожалуйста, голосуйте. Пациентке также был висцеральный криз. Большинство наших коллег назначило бы монохимиотерапию. И мы поступили так же. Следующий слайд, пожалуйста. Пациентка, конечно, уже в 73 года устала постоянно подвергать воздействию систему своих вен. Она устала приходить на госпитализацию каждые 3 недели. Мы с ней обсуждали, чтобы она сама хотела. И приняли решение назначить ей пероральный навильбин в еженедельном режиме. Сначала с начальной дозы 100 мг один раз в неделю, три недели, и далее по 130 мг перорально один раз в неделю, плюс зеледроновую кислоту. В настоящий момент пациентка, получая терапию в течение трёх месяцев, нас привлекло то, что у этого препарата комфортный режим приёма, отсутствие риска катетеросоциированных инфекций, благоприятный профиль токсичности. Она его хорошо переносит. Негативные явления до первой степени, не более. Сохранена её социальная адаптация. Она находится в кругу семьи, хорошо питается, и нам не нужно её госпитализировать каждый раз. Это очень важно, мне кажется, в условиях пандемии COVID-19, которая, к сожалению, не снижает обороты. И у нас постоянно практически полдиспансера находится на карантине и работают в условиях инфекционного стационара. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь небольшое резюме. История заболевания пациентки. Видно, что достаточно, учитывая её биологический тип, её опухоли, видно, что она, конечно, благодаря этому прожила такое количество времени и дожила до новых препаратов, которые сейчас доступны. Очень жаль, что нам не удалось полечить её ингибиторами СидиКей-4, но мы надеемся, что в дальнейшем эта терапия будет всё более и более доступна пациентам. И общая выживаемость в настоящий момент 20 лет. Следующий слайд. Здесь представлены картинки по стабилизации опухоли от января. Лечение будет продолжено, но посмотрим, как будет дальше. Внешне распространённость очень большая, но у нас есть надежда, что мы всё-таки сможем продлить её жизнь. Следующий слайд. Выводы. То есть пациенты всё-таки с каждым прожитым годом появляются новые препараты, и наши пациенты имеют всё больше и больше шансов длительно жить с онкологическими заболеваниями. И, конечно, индивидуальный подход, он всегда должен быть в первых рядах на основе оценки биологического типа опухоли. И очень важны мультидисциплинарные решения. Мы очень мечтаем, чтобы в мультидисциплинарную команду смогли входить не только химиотерапевт, радиолог и профильный хирург, но и патогистологи, и врачи-диагносты. Это, конечно, наша мечта. Может быть, она не всегда осуществима для всех пациентов, но мы стараемся хотя бы в сложных случаях такую команду организовывать, не только с участием практических врачей. И, учитывая, что пациенты наши сейчас живут долго, качество жизни – это очень важно. То есть пациент должен не только существовать, он живой человек. Эта жизнь должна сопровождаться радостями и возможностью общения с семьёй. И очень важно сейчас вести адекватный диалог с пациентом. То есть пациенты сейчас у нас все информированы, они изучают клинические рекомендации. И, мне кажется, мы уже достигли такого уровня, что мы можем, учитывая большое количество препаратов, у нас есть большой выбор этих препаратов, мы можем с пациентом уже вести адекватный диалог о его предпочтениях, о том, как бы он хотел лечиться в круглосуточном стационаре, в дневном стационаре, амбулаторно, перорально или внутривенно. То есть тоже нельзя забывать, что пациент – это полноценный участник лечебного процесса. Большое спасибо за внимание.